Мы не знали, куда деньги тратить. У меня были такие планы, переехать с семьей, пойти в полицейскую академию и стать полицейским. Все. Я приседал со штангой 260 килограмм на 15 повторений. В Советском Союзе не было большого выбора. Было, будем так говорить, стробой и винстрол. Я тогда был на одном из препаратов, вообще он считается самый сильный. Ну, допустим, если у тебя тяга 300 килограмм, то ты после употребления делаешь где-то 350-380. Николай Ясиновский, первый IFBB Pro СССР и России. Успешно выступал в США. Another new pro is Nikolai Yassinowski. Лично знал звезд бодибилдинга тех времен. В свое время отбывал за океаном срок заключения за торговлю стероидами. Затем он вернулся в Россию, продолжил тренировки, запустил свою линию тренажеров и остается преданным фанатом бодибилдинга. Откуда Николай родом и как прошел путь от шахтера до известного бодибилдера? С кем из звезд бодибилдинга он общался? Их тренировки и дозировки? О фарме в Советском Союзе и за океаном тогда и сейчас? О том самом препарате, от которого силовые показатели просто взлетали? История о легендарном Викторе Ричардсе и о силовых Ясиновского на пике его карьеры? Все это и многое другое мы с вами обсудим в этом большом интервью с Николаем Ясиновским. И да, я допускаю, что знатоки бодибилдинга о многих фактах из этого интервью уже знают, но большинство, я уверен, услышат для себя что-то новое. Так что спасибо, что смотрите, друзья. Не забывайте после просмотра оставлять комментарии. Это действительно помогает продвигать видео о спорте на Ютюбе. Ну и тайм-коды, конечно, для вашего удобства в описании под видео. Ну и кроме того, в очередной раз напомню, что кто собирается набирать форму осенью, вам в этом помогут мои партнеры, британский бренд спортивного питания и одежды MyProtein. Многие все равно будут покупать для себя витамины или минеральные комплексы, спортивное питание для набора массы или, наоборот, для контроля формы, калорийности, различные сахарозаменители и так далее, протеиновые батончики. В общем, все это можно сделать гораздо проще и эффективнее, если приобретать на сайте MyProtein по моему промокоду GOB, который всегда даст скидку от 37% и выше на все, что вы закажете. Так что пользуйтесь этим предложением. Ссылка на сайт MyProtein внизу. Будьте готовы к осени и к максимальному улучшению своей формы. Очередное интервью мы снимаем в клубе «Хиллз» на Минской улице. Это рядом с Мосфильмской. Элитный клуб. Мы сидим в зоне на пятом этаже, в зоне бассейна, где спокойно можно 15-метровый бассейн, шезлонги, где люди загорают. Я обычно приезжаю сюда, чтобы не ехать далеко за город. Какие планы? Только вчера вернулся из Санкт-Петербурга. Возможно, будет какое-нибудь долгосрочное сотрудничество с девелоперской компанией, которая строит жилые комплексы бизнес-класса. Сейчас ищу помещение под свой фитнес-клуб. Надеюсь, все-таки в этом году его открыть. Такой клуб хочу я реализовать здесь, в России, чтобы люди приходили и говорили, приезжали из других регионов, только посмотреть на этот клуб. Что ж такое Ясиновский тут натворил, короче, да? Вы в отличной форме. Как у вас получается поддерживать форму? Я знаю, что были небольшие проблемы со здоровьем. Как в последние, ну, скажем, пару лет вот у вас происходят тренировки, и как сочетаете это вот с обычной жизнью? Ну, последние три года, во-первых, как бы очень тяжело держать режим. В данный момент сейчас я даю интервью, и я икаю, у меня икота, которая длится, как я уже говорил, три с половиной года. Дело в том, что многие говорят, да, вот это он химик, Исиновский химик, поэтому все это из-за фармакологии, все такое прочее. Могу сразу сказать, сегодня в новостях только что прозвучало, что сегодня в Баре госпитализировали президента Бразилии, у которого 10 дней непрерывно длится икота. И врачи его сейчас увезли в больницу, короче, с этим недугом. Поэтому, глядя на президента Бразилии, не скажешь, что он употреблял фармакологию, даже не скажешь о том, что он занимался физкультурой дома, делал зарядку. Поэтому, говорю, это не знаю даже от чего. И всем я отвечаю, ребят, я сейчас очень худой для себя. Да, я потерял 8 килограмм на сегодняшний день. Я практически за последние 3 месяца, наверное, я тренировался всего, наверное, раз в 8. Это немного. Три месяца я не на фармакологии. Сейчас даже уже последние 4 дня я не употребляю гормон роста, он закончился. Жду, когда меня пригласят на 2 исследования, связанные с моим недугом. Сильно сейчас напрягаться я не буду. Но если никаких решений не будет принято, буду стараться вернуться, постараться в режим. Тренировки, которые я провожу, я их могу спокойно проводить на том же уровне, что и 30 лет назад. Единственное, восстановление происходит дольше. И если бы, опять же, я не употреблял фармакологию, будем честно говорить, фармакология не дает как таковой мышечной массы. Она мне помогает восстановить свой организм в следующей тренировке. Просто с возрастом восстановление дольше идет. А интенсивность тренировки у меня нисколько не уменьшена. И я могу одно сказать. Со мной многие люди пробуют тренироваться. Дима Голубочкин с его командой пробовали тренироваться. Потренировали спину, а на бицепс молодых ребят уже не хватило. Они говорят, давай в следующий раз. Коротко сказать, просто отношения. Когда ты ставишь себе долгосрочную цель, у тебя не хватает терпения ее закончить. Потому что цель нужно ставить краткосрочную. Вот я сейчас хочу сделать, у меня бицепс 40, я хочу сделать бицепс 41. Потому что если я буду планировать, что я хочу сделать 50, у меня не хватит, во-первых, мотивации. Вот это первое. Второе. Больше упование на фармакологию сейчас идет. Что вот мне фармакология поможет. Это два. И третье, люди не хотят заниматься самообразованием, самообучением, как тренироваться, как питаться и все такое прочее. Дело в том, что я до сих пор стараюсь у многих, если я вижу какую-то интересную тренировку, я стараюсь ее попробовать, я стараюсь понять, почему это так нужно. Я до сих пор занимаюсь самообучением в своих тренировках, в своем питании. До сих пор листаю литературу, которая помогает мне находиться на том уровне, на котором я сейчас. Качество фармакологии. Возможно, есть какая-то качественная фармакология. Возможно, она есть. Которая можно сравнить с фармакологией Советского Союза. Опять же говорю, в Советском Союзе не было большого выбора. Было, будем так говорить, стробы и винстрол. Это препараты, которые я практически не употреблял. По одной простой причине. Потому что они ухудшали эластичный связок и сопровождалось большим количеством травм, порывов мышц. Вот. Был ритаболил, нерболил в России в аптеках. Тестостерон 1%, 5% и тестостерон 10%. Что такое 10%? Это как бы то же самое, что тестостерон пропенат сотка. Но он работал так сильно, так классно. И был мягкий, не вызывал шишки. Ну, как многих, да, не вызывал, не образовывали шишки. Все. Вот. Не было большого выбора, но он был реально качественный. У нас не было гормона роста. Но мы были, росли и в Америке без гормона роста до 92-го года. Тоже были, возьмите, Пол Дилет, Майк Франсуа, Настер Альсамбати. Это же сделано сначала до 92-го года, когда появился, только-только появился на рынок гормон роста. Вот. Поэтому сейчас у всех упование на пептиды, на гормон роста. Вот. Ну, а сама фармакология, что касается масляных инъекций, естественно, она стала намного хуже. Я еще раз говорю, возможно, что-то есть новенькое, вот, о котором я не знаю. Потому что я сейчас не живу в Америке, а все новшества все-таки сейчас там. Но в целом, то, что вот молодежь не верит старой школе, что когда Дориан говорит о своих дозировках, другие атлеты, они верят, что они были настолько маленькие, они могли быть такие, потому что качество другое препаратов было, да? Они не могли быть, они были такими. Единственные, у кого я знаю, у кого были неимоверные дозы, вот Вик Ричардс, да, который жил у меня 10 дней у меня дома, я видел ежедневно, сколько он колет. Вот, и у меня у самого волосы сидели, как бы от этого, да? Ну, он пахал, правда, тоже все равно, да? Вот, и вот недавно Леша Веселов выложил фотографию Бертел Фокса, вот. Я тренировался с ним в Нью-Йорке, провел три тренировки, короче, да? Я знаю, что он был без гормона роста, он сделал свою мышечную массу без гормона роста. А вот, ну, как он тренировался, это просто, да, он поднимал пустой гриф, такое ощущение, что на грифе 300 килограмм. Вот, и с таким же кряхтением, так же тяжело он поднимал те же 240 килограмм жим с груди, я имею в виду, да? Точно так же, как пустой гриф. Вот, уникальный, конечно, человек, вот. Человек сделал себя без гормона роста. Ну, возьмите Франко Коломбо, не было гормона роста. Возьмите генозаврскую школу, короче, да, Франко Коломбо, да, тот же все-таки, да, ноги не у всех были. Ну, тот же Луферина, тот же Арнольд, у него верх-то был огромный. Да, у них ноги в то время были только у одного плаца, в том плаце, но это было без гормона роста, это было на качественной фармакологии, за которой никто никогда не сажал в тюрьму, не гонялся, не подслушивали, не подглядывали. Это тренажерный, зона тренажерного зала, где находятся мои тренажеры. Вот один из моих горячих пирожков, который очень сильно расходится, это колодец-тренажер, да, вот, Николай Ясиновский, Special Edition. Вот великолепный тренажер, который помогает людям тренировать ноги с межпозвоночными грыжами, с травмированной спиной. Вот очередной тренажер, это на спину, да, вот, таких в России никто не делает, кроме меня, вот именно в такой интерпретации. И тренажер тоже такой же, тоже горячие пирожки, это ягодичный мостик. Я здесь тренируюсь только тогда, когда делаю ноги, вот, и приезжаю сюда, и что, вот, в хорошую погоду позагорать. Николай сам вспомнил о Викторе Ричардсе, с которым был знаком. Кто увлечен бодибилдингом, вероятно, слышал об этом огромном атлете. С ним связано множество мифов, насколько он был огромным, почему не выступал в качестве профессионала и так далее. Не так давно я публиковал отдельный выпуск о Викторе, в который планировал включить комментарии Ясиновского. Тогда не сложилось, но сегодня мы вспомним о Ричардсе отдельно, подробно и в детали. Мы познакомились на чемпионате, а, нет, да, когда приезжал Дори, в 92-м году Дориан приезжал в Сиэтл с гостевым позированием. Вот, я тогда познакомился с Дорианом, и в этот момент, в этот момент тоже на соревнования приехал просто, он, по-моему, там по поводу одежды приехал, с продажей одежды что-то связано, да. Мы там в фойе с ним познакомились, короче, да, разговорились, вот, ну и как бы обменялись контактами, вот, и тогда мобильных телефонов не было. Мы по пейджерам, потом еще много раз встречались, потому что я каждый год приезжал на чемпионаты Америки, вот, несколько раз в году, и он всегда там встречались, всегда там общались. Ну и вот так получилось, что он потом, да, у которого можно пожить. Мы с ним познакомились в одно время давно, а почему он жил у меня, он поругался со своей девушкой, у него была белая девушка, не черная, она его выставила из дома, поставила ему чемодан, и он мне, как бы, да, я знал этого человека, вот, он мне позвонил, говорит, Коль, не приедь, как бы, надо встретиться. Я говорю, зачем, потому что я знал, что что-то произошло, просто так он не звонил, короче, он уговорил меня, я приезжаю, он стоит между двух чемоданов у порога квартиры своей девушки, короче, так и так, ну, еще не бросать его на улице, вот, я его взял, жили, как бы, тренировались, мы врозь, но я видел, как он тренируется, тренировался очень тяжело, не скажу, что с большими весами, нет, он не тренировался с весами, как тренировался Дорни Ейц или там, Ронни Колман. Он нормальный, хороший, нормальный средний веса, но, что интересно, он всегда делал кардио, он всегда крутил велосипед, не меньше часа он крутил велосипед, и неважно, до тренировки, после тренировки, велосипед присутствовал у него всегда. Ну, просто еще почему, потому что, во-первых, он ему нравился, во-вторых, с его весом на дорожке бегать невыгодно было, третье, эллиптических тренажеров было не в каждом клубе эллиптики, а степеры и стекламберы тоже не в каждом стояли велосипеды, стояли везде, но он очень любил велосипед, он даже катался на улице на велосипеде, кардио у него было очень много. Вот, ел он 12 тысяч калорий в день, я, он, когда он готовил, он занимал все 4 комфорки газовые, вот. Вот, овсяные хлопья, которые, да, геркулес, да, он их никогда не готовил, он заливал их обычной водой из-под крана и ел, вот. Съедал сразу целую пачку. А почему не готовил? А он говорит, что все витамины и микроэлементы все увариваются, ужариваются, упариваются, короче, да, а здесь все сохраняется. Я, короче, я говорю, ладно, ладно, ты еще заливал водой из магазина, да, из бутылей, но из-под крана, вот, меня, говорю, неделю я бы из туалета не вылезал. Вот, у него как переварило все, он, он никогда не жевал, он глотал. Он брал 8 грудок, цыплячьих грудок куриных, и он их тут же съедал, сразу отваривал и съедал вместе с пачкой риса. Отваривал рис и тут же все это тоже сразу съедал после того, как съел пачку овсяных хлопьев, короче, да, сырых. И дозы, которые он колол, я говорю, могу сразу сказать, это не меньше 10 кубиков тестостерона в одну ногу, в ногу колол спокойно, короче, да, вот, почему? Потому что он не мог дотянуться до плечей, вот, делать в трицепс или в плечи, потому что огромные объемы в ноги, вот, я пробовал в ноги колоть, но у меня ноги потом по 3-4 дня болели в этом месте, да, вот. А еще что могу сказать, мы как-то поехали, он еще приехал ко мне, я как раз готовился к своему последнему турниру любительскому, вот, и я был на диете, и он мне не давал все время спать, вот. Но он был в тот раз еще на гормоне, уже был на гормоне, он употреблял гормон роста, почему? Потому что гормон роста, почему я это понял и знал, гормон роста вызывает сонливость. И куда бы ты ни сел, вот, ты сел, прислонил свою задницу, в течение 30 секунд ты начинаешь засыпать, он постоянно тебя клонит этот. Я на себе прочувствовал, вот, и хороший гормон роста всегда клонит сон. Так вот, он меня вынудил поехать в штат Орегон на дискотерку, короче, да, вот, он говорит, ну, не на дискотерку, у меня, говорит, там, семинар, поехали, отвези меня туда. Ладно, я его повез, короче, я всю дорогу в дороге, короче, на диете, он всю дорогу спит, короче. Приехали в этот, поселили из гостиницы, мы поехали еще два американца с нами, да, вот, знакомых. И когда поселились в гостиницу, вечером начали собираться на дискотеку, и это надо было видеть. Почему? Мы оборжались, короче, он одевал штаны и рубашку, ну, где-то часа полтора, наверное. А почему я вам объясню? У человека объем ног был 102 сантиметра, объем ноги 102 сантиметра. Естественно, вот такая грудь, я немножко покажу, да, когда он садился, ему нужно было одеть или кроссовки, а он должен был одеть ковбой-буз, казаки, короче, да, эти, ковбойские сапоги, короче. Он наклонялся, у него нога большая и еще большая грудь, все, дальше он не мог дотянуться, у него просто не хватало места, чтобы, ну, натянуть это. Он как только не сгорелся, он пытался и так одеть, и так, и так, мы сидим ржем, как-то, да, вот. И он уже был такой мокрый от того, что вспотел, было ощущение, что он принял душ и не вытерся, короче, да. Да, естественно, он начал одевать на потное тело эту свою рубашку, рубашка была огромная, да, но она сзади скаталась, короче, у него, и он не мог, естественно, дотянуться. Вот, он еле-еле это все снял обратно, поправил все, потом начал опять одевать. Вот, когда он умудрился надеть всю эту рубашку, умудрился надеть казаки, вот, застегнул штаны, ему нужно было, на штанах были подтяжки, ему нужно было надеть подтяжки на плечи. Это заняло тоже, наверное, минут 10, вот, потому что он не мог, он дотягивался до подтяжки, но сюда он ее не мог, этот, закинуть. Короче, вот, одевался он, наверное, час 30, час 40, наверное, все время, мы ржали. Ну, и в последний день, когда он уезжал, он заказал такси в аэропорт на 6 часов утра. Естественно, не давал мне спать, он говорит, у нас в Африке не принято, если ты провожаешь человек в этот день и уезжаешь, ты должен его обязательно проводить, ты не имеешь права спать. Я говорю, слушай, мы же не в Африке, мы в Америке находимся, и я не негр, короче, да, вот, а этот, а я из России. У меня другие, как бы, принципы. Нет, и все, он не давал мне спать, хотя, и вот, я включил телевизор, сидел, смотрел телевизор, а он уже захрапел, короче, да, и я смотрел до 6 утра телевизор, чтобы он не проспал вот это такси, которое придет увезти его в аэропорт, короче. Когда такси пришло, я быстренько, короче, его разбудил, вот, сунул вещи, он еще несколько раз ко мне просился приехать пожить у меня, больше я его никогда не пускал. Вот, почему он не выступал, он был трус, у него была великолепнейшая форма, он в течение года имел великолепнейшую форму, но я ему прямо в лицо однажды, как бы, сказал, да, на соревновательном чемпионате Америки в Лос-Анджелесе, я ему сказал, ты трус, поэтому ты не выступаешь, вот, ты боишься. А он признал это, он признал это, да, что как бы не боится, но в Америке миллион долларов делали на тот момент, на гостевом позировании, на гостевом позировании, на семинарах, на тот момент делали миллион в год только два человека, Дорин Йейтс и Вик Ричардс, потому что ему платили 4,5 тысячи долларов за гостевое позирование, и он как минимум на 2,5 тысячи долларов продавал фотографии, он зарабатывал где-то, вот, в субботу он зарабатывал где-то 7 тысяч в субботу, 7 тысяч в воскресенье, почему, потому что в Америке каждую субботу-воскресенье в каком-то штате проходят турниры любительские, приглашают профессионала. Представь, в году 52 недели, 52 недели умножить на 7 тысяч, вот, а там, вернее, 52 недели, но опять же говорю, умножить на 8, потому что суббота-воскресенье, вот, 52 умножить на 8, он зарабатывал, говорю, не меньше миллиона долларов, очень хорошо. И он, как бы, после, поэтому, это второй момент, почему он, ему неинтересно было выступать, вот, он не хотел выступать, и он, у нее и так были деньги, да. Я могу так сказать, он бы никогда не выиграл Олимпию, он не выиграл, но в топ-3 он всегда бы был. Он мог выиграть Арнольд Классик, потому что там немножко другой критерий все-таки, да, в отличие от Олимпии, он мог выиграть Арнольд Классик, но Олимпию, у него не было шансов выиграть, но быть вторым-третьим, как бы, занимать второе-третье место, быть в топ-5 постоянно, это однозначно. А чего не хватило бы для победы? Ну, на тот момент пропорций. Широкая талия, все-таки, у него была, да, он огромная спина, он был огромен, он огромен, огромная спина, огромные ноги, все, там не было, в общем-то, такой, как бы, диспропорции, но если бы Дорина, когда он делал лет-спред спину, да, то там видно было, что талия намного уже, чем сама спина, здесь большая спина, но видно, что талия широкая. Мы очень близко общались с Пол Демея, мы очень хорошо с ним дружили, Пол Демея по прозвищу Квадзилла, вот, он и мою жену хорошо знал, да, вот, потому что, ну, мы, как бы, такой, он не был женат, у него была девушка, да, но, как бы, будем так, общались с семьями, вот, очень плотно. Вот, и я его в свое время познакомил с женой на, тоже на чемпионате Америки, по-моему, да, он там стоял, у него был свой бутичок, да, и мы тогда познакомились, вот, но я тогда уже с ним до этого общался, дружил. Я очень близко был в друзьях с Лепристом, вот, и мы подписаны с ним, и я частенько пишу, как бы он мне отвечает. Вот, я когда с ним общался, я, он просто говорит то, что думает, надо, я всегда так говорю, я говорю то, что думаю, да, вот, люди говорят, я говорю, я говорю то, что считаю нужным сказать, но я никогда не занимаюсь двуличным, да, вот, я человеку скажу все это в лицо, но я могу сказать это грубо, могу сказать прямо ему, но менее грубо. Он, как бы, более такой резкий человек, да, но когда я с ним общался, почему, потому что я этого не замечал, потому что все общения, которые, ну, вот, мы идем вместе, куда они пришли на соревнования, там, и мы, если с кем-то с культуристами общаемся, то вместе-то стоим, разговариваем, никогда не было никакого-то конфликта, никогда не было грубых слов в сторону кого-то, с кем он разговаривает, или кто, никого нету рядом сейчас. Я никогда этого не видел. Ну, мне даже немножко, как бы, удивительно, да, то, что вот он такой сейчас резкий, как бы, да, вот. Ну, опять же говорю, по крайней мере, он не занимается двуличием. Я знаю, вот он был вот такого же роста, вот он меньше меня, естественно. У нас были несколько бодибилдеров в России, в СССР, да, вот, которые небольшого роста, да, Ваня Комаров, короче, да, который был просто огромен, да, он как раз ростом слепристым. Но я не считаю, как бы, у него были прекрасные руки, прекрасные ноги, вот, он вообще выглядел классно, да, вот. Его только из-за роста, я думаю, задвигали, вот и все, не из-за того, что он был в какой-то форме, вот. Ну, и опять же говорю, да, он, как говорится, задницу не целовал руководству, да, вот, кто возглавлял туда. И немножко из-за этого его задвигали. Сильно задвинуть не могли. С такой формой невозможно было, да, и тогда бы просто ослистали. Проговорю этот момент отдельно. Это интервью я записывал не с целью пересказать биографию Николая. Мы просто обсуждаем некоторые из этапов его жизни. Но если вкратце, он успел отслужить в советской армии и поработать в шахте, закончил институт физической культуры в Москве, занялся бодибилдингом, стал абсолютным чемпионом Москвы, чемпионом страны и даже открытого чемпионата Японии. Первая моя зарубежная поездка в Японию, там вообще чуть крышу не снесло. Вот, это 89-й год после чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Вот, я, кстати, выиграл единственный раз, как проводился открытый чемпионат Японии. Вот, из 50% участников чемпионата Европы уехали выступать в Японию. И я, как бы, да, выиграл, стал абсолютным чемпионом в Японии. У меня дома лежат призы, все, как бы, да, вот, которые меня чуть не украли в аэропорту, когда я вернулся. Ну, там была мафия грузчиков в аэропорту, которые вскрывали чемоданы, это. И мой чемодан стырили, короче. Но у меня были близкие друзья-бандиты из Лобни, вот, а там работали много ребят от из Лобни, которые, да. Я сказал, я сейчас позвоню тому-то, тому-то, ребят, вам всем здесь будет кирдык. Мне вынесли чемодан, надали, как бы, и все, короче, да. После Николай перебрался в США, начал выступать, но лишился обещанной материальной поддержки. Работал, где пришлось, и потерял форму, но вскоре вернул ее, получил прокарту, становился четвертым на двух протурнирах и имел реальные шансы попасть на Олимпию. На несколько тяжелых событий в жизни подкатили его, а после Ясиновский оказался за решеткой. Был строго осужден за торговлю анаболическими препаратами. История долгая, он мог отделаться куда меньшим наказанием, но суд пошел на жесткие меры. Дело в том, что, как бы, меня кинули русские. Дело в том, что, ну, когда я, он из склада вытащил все, ну, весь запас на складе, который лежал в фармакологии у меня, да. И мне нужно было, ну, а я треть, знаешь, когда деньги легкие, ты их тратишь налево и направо. И, в конце концов, получается, что у тебя, ты думаешь, они у тебя будут постоянно, и в один прекрасный момент у тебя заканчиваются. Вот. Я думал, сейчас привезу последнюю партию, продам и пойду в полицейскую академию учиться на полицейского. Я хотел переехать в другой штат из Сиэтла. Я хотел переехать или в Джорджию, в Атланту, хотя это черный город, или в Чикаго. У меня были такие планы, переехать с семьей, вот, пойти в полицейскую академию и стать полицейским. Все. Мне нужно было это сделать раньше. Даже когда меня брали, когда я ехал, я понимал, что за мной следят, вот сейчас за мной следят. И я это видел, я понимал, я говорю, я таксисту не мог, таксист был русский. Вот. И он говорит, да что ты нервничаешь? Я говорю, да ладно, там, сюда. Я говорю, вот видишь, там машина, воскресенье, торговый центр на стоянке, только одна машина стоит. Что она здесь стоит? Потом мы приехали в другое место, и эта же машина с этими номерами стояла уже там. Понимаешь, мне нужно было просто развернуться, уехать, вернуться в Сиэтл, как бы, да, плюнуть на ту фармакологию, которая у меня там лежала. Вот. Будем так, как это небольшие деньги, это было потрачено 7 тысяч долларов, вот, из которых, конечно, можно было сделать 250 тысяч практически, да. Просто плюнуть на эти 7 тысяч долларов и пойти учиться в полицейскую академию. Все. Тем более, в любом случае, меня с удовольствием хотели, я подавал документы, когда я спал на улице, я подавал документы, хотел уйти в армию, вот. И как раз шла война в Персидском заливе с Ираком в 91-й год. И меня с удовольствием брали, они говорят, мы даже тебя на войну не будем отправлять, ты будешь сидеть в кабинете, нам такие, как ты нужны, те, кто знает два языка, русский и английский, спокойно. Нам такие наоборот люди, ты будешь в кабинете сидеть, заниматься там переводом и как бы, и все как бы, да. Вот. В тот момент я же спал на улице, но зимой у меня негде было жить, у меня как бы, да, и у меня было, ну, такое отчаяние. Вот. Я думаю, куда пойти? Пойду-ка, я думаю, в армию, короче, да, потому что по окончании армии ты спокойно можешь поступить в университет, да, отслужив там, то есть, да. Да. И я пришел на призывной пункт, я говорю, я вот такой-то, такой-то, они говорят, как бы, все, давай, это мы прямо сейчас тебе забираем и все. И я как бы не пошел. А после, да, потом получилась суд, тюрьма, все, и опять же говорю, то, что меня не должны были депортировать, я должен был остаться в Америке, потому что до этого были кейсы, ну, такие два кейса. Я, когда готовился к суду сам, я нашел два кейса подобных, вот, и, в принципе, там мне должны были дать только условно, вот, за то, что у меня было, да, вот. Вот, но так как было за меня потрачено достаточно много денег, более двух с половиной миллионов долларов для того, чтобы меня поймать, естественно, мне дали по максимуму. Полтора года заключения, семь тюрем, депортация в Россию и новый виток в жизни. К теме штатов жизни Ясиновского мы еще вернемся, но прежде мысленно перенесемся в Воркуту. Стоит отметить, что говорим мы о Воркуте времен молодости Николая, когда город еще был жив, но Воркута уже давно не та, что раньше. Воркута тогда и сейчас, сейчас это небо и земля, город убивают просто, да, и из трехсоттысячного населения осталось 80 тысяч в городе, да, вот, ну, это понятно, да, город убит. Вот, естественно, осталось там несколько качалок, вот, как правило, люди уже не занимаются так, как занимались раньше. Значит, раньше занималась поголовно, молодежь занималась или хоккеем, или качалась, вот. Потом я переехал в Люберцы, потому что все говорили, что это, ну, переехал в Малаховку, поступил в институт в Малаховке, да, вот. И все говорили, что вот это пошло все из Люберец. Нет, до Люберец еще лет за 20 все это возникло в Воркуте, потому что в 60-х годах, в 68-м году уже в Воркуте были качалки. Естественно, в Воркуте всегда в моем сердце, в моих мозгах, в моей голове, я всегда, я скучаю по этому городу, потому что этот город создал меня, родители, и мой город создал меня как сильного человека с точки зрения духовности и силы воли. Потому что климат и шахтерская закалка, а я ведь работал в шахте, вот, был шахтером, сделали то, чего я сейчас как бы тоже, то, что я есть. Мой папа отработал в Царстве Небесное 3-4 года на шахте, да, и когда он приходил, все, что ему нужно, ему нужно было, чтобы дома был борщ и мясо, все. Вот, он ложился, он приходил с работы, кушал, читал газеты, вот, и ложился спать до следующей смены. Вот, если он задерживался с работы, мама, не было мобильных телефонов, естественно, да, мама стояла у окна, плакала. Мне было всегда интересно, почему папа вот приходит такой и ставшийся сюда. Я должен был просто, как сын шахтера, как, моя мама работала в свое время, когда женщинам разрешали работать тоже под землей в шахте, моя мама работала в шахте, вот, я хотел попробовать труд шахтера, и отработал год в шахте на глубине 950 метров, вот, когда до работы добираешься больше часа, да, ты спускаешься несколько минут, там, 3,5 минуты ты спускаешься с большой скоростью на лифте, ну, специальный лифт идет, да, потом ты едешь 40 минут, едешь на электричке, подземная электричка, потом ты едешь 15 минут на канатной дороге, вот, спускаешься, потом ты берешь какую-то болванку, и еще километра-полтора идешь с этой болванкой или с кругляком, это круглый лес такой, да, и идешь в забой, вот. Вот такая, и потом такой же путь обратно, ты обратно проживаешь после 8 часов, вот. Естественно, я знаю, что такое работать на сопряжении, когда у тебя обвал идет, я знаю, что работать, что такое, когда тебя капистанная сцеп ломает верхники, бьет, выходит из направляющих, бьет по верхникам, и у тебя обвал, когда, ну, когда ты понимаешь, что ты каждый день спускаешься под, ходишь под Богом, ты не знаешь, поднимешь ты сегодня на гора, потому что я работал на шахте, которая, шахта по четвертой категории, по выбросу газа метана, вот. Тогда не было еще даже такой аппаратуры, которая, была аппаратура, которая фиксирует метан, но она еще была не совсем совершенно в 80-х годах, вот. Поэтому шахта очень опасная штука, но я понял, что такое труд. Тогда шахтер получал от 900 до 1200 рублей в месяц. Если могу вам сказать, если сейчас эскимо стоит 63 рубля, да, то тогда эскимо стоило 11 копеек, 11 копеек. Вот, когда пачка, вернее, спичная коробка стоила 1 копейку, вот. Когда билет на самолет из Воркуты 3 часа лету, да, до Москвы стоил 13 рублей. Рубль был большой, как бы, да, и если зарплата у инженера была 220 рублей, даже 120 рублей, это считалось хорошей зарплатой, поверьте мне. Вот. Мы не знали, куда деньги тратить. Вот, и потом мама просто сказала, взяла мои документы, отвезла их в институт физкультургии, в институт физкультуры, вот, и заставила меня учиться, на что я благодарен. Почему? Потому что она сказала, Николай, у тебя с высшим образованием, у тебя будет два пути. Ты можешь копать, а можешь работать в офисе. А без высшего образования ты будешь только копать. Ну, это в советские времена так и было. А затем Николай увлекся бодибилдингом, причем настолько, что готов был выложить чью-то месячную зарплату за два журнала о культуризме. На два журнала по 75 рублей. Это, получается, месячная зарплата какого-нибудь инженера. На журналы было не жалко, вот. Я их продал потом по 50 рублей за штуку, вот. Вот. Потерял, но опять же, говорю, да, но я их продал, вот. Вернул часть денег. Потом пришла мысль, естественно, уехать в Америку. Нужно было продолжать карьеру, уехал в Америку. Потом произошло, будем так говорить, недоразумение, которое произошло не по чьей-то вине, по моей собственной глупости. Вот. Я никогда никого в этом не виню, виню только себя. Я вернулся в Россию, опять, естественно, куда, не в Оркуту, а в Москву, вот. И опять по своей глупости я не вернулся в спорт, потому что считал, что нужно выступать. Тогда не было, были все турниры профессиональные, проходили только в Америке, меня в Америке. А уже потом позже, когда пошли европейские турниры профессиональные, я посчитал, что они не настолько престижны, чтобы я там выступал. И это была еще одна из моих глупых ошибок, которые, как бы, да, я совершил. Сейчас уже, наверное, готовиться выступать на соревнованиях в 59 лет, это уже поздно. Вот. По мастерам это не мое. Пытаемся создать, опять, продолжать свой бизнес, который у меня здесь есть, и оставаться в сфере бодибилдинга. Вот и все, как бы, да, вот это коротко. И тогда, и годы спустя, Ясиновский был максимально сосредоточен на бодибилдинге. У меня, наверное, уже это в крови. Я до сих пор мало, будем так говорить, жена приехала в Америку и показывала мне территорию вокруг дома, где у меня дом на берегу Океана. И она меня водила по закоулкам, по этим, и показывала. Она говорит, ты здесь уже живешь 4 года, и ты не знаешь, что вокруг тебя находится, что вот здесь есть магазин, здесь есть вот такая парикмахерская, короче. Точно так же и здесь она, мы живем у метро, и она мне, как бы, вечером мы ходим погулять, и она мне все время показывает. Я говорю, а где мы сейчас идем? Она говорит, мы идем вот по этой улице. Она говорит, как можно вот это? Я, потому что все время уделял только тренировку, и мне некогда было ходить куда-то заглядывать там и все такое прочее, хотя я много читал. А в Америку, естественно, когда приехал, да, это вообще другая страна, я учился, ну, я же уезжал, уже не было здесь, как у нас, банкоматов, да, там называется кэш-машин, да, вот. Меня учили, как работать на банкомате, тогда не было мобильных телефонов, а американец, который меня пригласил в Америку, у него был мобильный телефон, и он мне давал звонить с этого телефона. Я звонил маме, говорю, мама, я еду в машине, вот, еду в машине, из машины звоню тебе на домашний телефон. Представляешь, это было новое, меня учили, как заполнять чековую книжку, когда в магазине расплачиваешься, вот. Я ходил, у меня чековая книжка, имена, там рисунки, там можно любой рисунок было сделать, да. Мне нравилось отрывать листочек, давать в магазин, когда ты покупаешь что-то, да. Меня учили пользоваться банковской картой. Я приехал туда, знаешь, вот как обычный ребенок, который ходит в ясли, даже не в детский сад, а в ясли, ему показывают что-то такое, и он познает этот мир, он просто начинает познать. Вот такой же был я. Когда сюда приехал, приехал, естественно, я был более раскованный, вот, потому что у нас, если ты заметишь, опять же, ты приходишь, и люди, некоторые стесняются, там, потихонечку, шепотом говорят в магазине, когда к ним подходят, вам помочь, ой, нет, не надо, вот. А американец, он когда заходит в магазин, он такой, вальгуш, такой, там, все, он хозяин в этом магазине, вот. У меня пропала вот эта же раскованность, скованность, вернее, появилась раскованность, вот. Америка много меня, я всегда говорю, Америка меня научила двумя вещам, думать как бизнесмен, и второму языку. И я опять же говорю, я могу очень много о Америке говорить, прекрасная страна, вот, и по бизнесу я могу говорить и говорить, говорить, почему? Потому что я, может, не умею говорить такими красивыми бухгалтерскими фразами, как многие говорят, нужно сделать, посчитать экономику фитнес-клуба. Я говорю, слушай, ты можешь хоть какую экономику посчитать, но у тебя клуб может обанкротиться, короче, да, он не может, не приносить денег. И я знаю много примеров, понимаешь, ну, что меня научило? Меня до сих пор здесь раздражает, когда ты приходишь, заказываешь какую-то там, какую-то вещь нужно сделать, а тебе говорят, ой, а мы этого не можем сделать. Я говорю, а почему вот в Америке могут это делать? Почему, говорит, да, мы это сделаем, и находит другую компанию, которая это сделает, короче, да, вот, потому что я сталкиваюсь с производством оборудования своего тренажеров, когда говорят, ой, давай вот, вот, что-то полегче сделаем. Я говорю, нет, я хочу так сделать тренажер, понимаешь? Вот, многие мне говорили, да ты, если бы что, да, я бы сейчас жил в Америке, ну, как бы, я, у меня бы, я всегда честно говорю, да, я хотел оставить свой дом в Америке, полгода проводить здесь, полгода в Америке, ну, потому что в Америке прекрасная природа, есть куда посмотреть. У нас нету Грэн-Каньона, у нас нету такого штата, как Гавайи, у нас нет такого штата, как Флорида, почему бы там не отдыхать? У нас, потому что американцы из обычной остановки сделают конфетку на эту остановку, приезжают со всей Америки посмотреть эту остановку. Я бы с удовольствием, как бы, да, там бы жил, выступал, как бы, да, я планировал жить там до тех пор, пока не закончил свою карьеру, и потом оставить недвижимость там для себя, для своих родных. Но я никогда не принимал гражданства американского, и я выступал, как представитель России, выступал за Россию, хотя мог спокойно выступать, как американец, и мне бы, как бы, большие бонусы были, да, за это. Вот. Ну, если бы мне сейчас сказали выступить, я бы выступил за американцев, потому что американцы сделали в спорте, в бодибилдинге, для меня больше, чем сделали для меня Россия. Вот и все. Федерация единственная, кому я благодарен до конца жизни, это Владимир Иванович Дубинин. Я не мог не спросить, в каком году, по мнению самого Ясиновского, он показал свою лучшую форму и как тренировался на пике сил. И заодно вновь вспомним о фарме. Я знаю, что многим эта тема интересна. На Чикаго Про я был на 3 килограмма тяжелее, более шреддит, сепарирован, вот. Ну и там, естественно, да, Чикаго, Чикаго была лучшая форма. И там, и это было ясно даже по составу участников, которые там были, 23 участника, сравнение пропорций, полоборота направо, полоборота направо, полоборота направо, длилось 40 минут. 40 минут. Длилось только вот это. Вот. И это говорит о том, что насколько уровень был близок. Ну, опять же говорю, если Рич Гаспари стал или 15-м, или 16-м человек, который был вторым на Олимпии, дважды был третьим, по-моему, на Олимпии, да? Вот. Если абсолютный чемпион Англии Ян Харрисон был седьмым, который проиграл мне 19 баллов, а через две недели он на Олимпии был, этот, седьмой, да, на Олимпии. Он был восьмой, проиграл мне восьмым, и на Олимпии был седьмой через две недели. Это говорит о том, что мой уровень был в топ-3. Когда на Ночи чемпионов, через неделю была Ночи чемпионов просто из Чикаго, и мне, этот, Уэн Демиле предложил поехать туда, он говорит, Коль, ты дважды был четвертым в призах, да, сейчас там топ-5 квалифицируется, да, на Олимпию, вот. Там выиграл Настя Ралсамбати, и Настя тогда еще не был таким еще огромным. У меня была спокойная возможность выиграть Ночи чемпионов, по крайней мере, быть вторым. Почему? Потому что тех, кого я обыграл на Чикаго Про, они заняли второе и третье место на Night of the Champions. Я работал с теми весом, обычно всегда нужно, чтобы не было травм, у меня не было никогда больших травм, да, микротраммы всегда были, вот. Я работал с тем весом, с каким моя мышца готова была тренироваться, вот. Я приседал со штангой 260 килограмм на 15 повторений, но, сразу скажу, это не в силовой раме, а в СМИТ машине, в СМИТе, но все равно 260 на 15 в четырех подходах, да. Я жал 695 килограмм, ну, считай, 700 килограмм на 15 повторений жим ногами, короче, да, это тоже, как бы, такие показатели. Я, у меня рабочий вес на грудь был при 17 килограммах, вот, 180-200 килограмм на 10-12 повторений. Вот, это был рабочий вес, вот, это уже без помощи кого-то, да, спокойно мог выдержать часовую тренировку аэробики. Мы поспорили даже с одной американкой, которая вела уроки аэробики, вот, она говорит, ты не выдержишь. Я не попадал в такт, потому что раскоординированность была полная, но я прыгал так, что целый час, и потом еще пошел тренироваться в зал. На что спорили? Не скажу. У меня гантели были, как бы, разводкой, разводкой я делал 95 килограмм каждой гантели на 10 повторений. 95 килограмм. По-моему, да, вот, посчитай, 195 паундов, 195, да, я не помню, там 12 блинчиков, что ли, вот таких было, короче, да, с каждой стороны. 195 на 2, на 2, на 2, на 2, хочу сказать, я тогда был на одном из препаратов, который самый сильный, считаю, вообще он считается самый сильный, вот, он дает очень большую мышечную массу и очень большие силовые показатели, вот, и что самое интересное, он не дает мышцам рваться, он не задерживает воду, он вообще не задерживает воду, хотя при нем нужно пить очень много воды. Вот, и что интересно, он употребляется просто под язык, берется пипетка глазная, она в тюбике, да, и под язык две капли, но он считается самый токсичный для, вырабатывается и из крыс, и вырабатывается для собак, чтобы у зообаки не было солнечного удара, вот, собакам в рот запускается. Вот, вступает в работу буквально через 40 секунд, начинает работать, поэтому его практически невозможно взять на допинг, он также быстро исчезает, да, его в Америке использовали лифтеры, ну, допустим, если у тебя тяга 300 килограмм, то ты после употребления делаешь где-то 350-380. Это как называется такой чекодропс? Я пытаюсь его здесь взять, вот, но они здесь только в таблетированном виде есть, здесь, а мне вот именно нужно, чтобы он это, и он такой, знаешь, он вяжет язык, ты когда под язык, и такое ощущение, что он как бы, ну, такой, такой, связывает, да, как бы, вон, густая, как бы, этот, слюна. Но он считается самый токсичный, да, больше двух недель его нельзя принимать, я его принимал дважды год по месяцу, два тюбика, и что самое интересное, он стоил очень дешево, да, мне привозили его из Мексики, он, я точно не помню, он стоил то ли 7 долларов в тюбик, то ли 11 долларов. Вот, когда я говорил, что я был в своей лучшей форме, весил 117 килограмм, а выглядел как на 136, 139, ни грамма жира, и что интересно, когда ты заканчиваешь применение этого препарата, у тебя твои объемы остаются, они не падают. Но я постараюсь его достать, показать, может, эффект, если у меня получится, показать эффект, что этот препарат делает. Но он, он очень сильно повышает агрессивность, очень сильно агрессивность повышает, я, правда, сильно агрессивности не видел, просто, может, мое вождение было, за счет чего меня лишили прав, у меня 6 нарушений за превышение скорости было, в Америке, если у тебя 6 нарушений по одной и той же, как бы, статье, да, вот, то ты на 2 года прав лишаешься. Качество формы было фишкой Ясиновского, так же, как и его ботинки, наверное. Он в них почти всегда, на тренировках, часто вне зала, и хотя Николай не раз проговаривал эту тему, для полноты картины, почему бы не вспомнить о ней вновь. Для меня это уже бренд, наверное, это, как бы, да, 4 пары ботинок у меня дома, у меня есть для тренировок ботинки, да, вот, а есть, ну, они, видишь, уже, этот, я не, вот, я вообще не люблю, когда человек приходит в фитнес-клуб, неважно, это качок или кто-то, да, у него новые кроссовочки он купил, перед тем, купил членство в фитнес-клуб, и тут же пошел в магазин, купил новенькую футболку, новенькие шорты, новенькие кроссовки, по нему сразу видно, что это новичок, короче, да, и я всегда так говорю, ребята, во-первых, они очень удобные, они легкие, они смотрятся брутально, но они легкие, во-вторых, они очень помогают для приседания, почему-то жесткая подошва. Третья, нога дышит, потому что это реальная кожа, бычья кожа. Я не знаю, вот я сегодня пришел в зал, у меня по плану, я могу одеть кроссовки, потому что у меня по плану тренировать нужно грудь, но я приехал в зал, но у меня поменялось желание, я хочу сегодня тренировать опять ноги, а я пришел в кроссовках, мягкая подошва, а тут она всегда на мне. Поэтому для меня это уже как бы все, это как бейсболка, вот ты же заметил, да, я всегда-всегда в бейсболке, даже когда просто минутное видео какое-то снимаю в инстаграме, я всегда в бейсболке, потому что в ресторан прихожу, я никогда не снимаю бейсболку. Вот берс и бейсболка, это две вещи, которые я всегда буду носить, и которых я даже раздражать начал уже, у тебя что, там нету кроссовок или другой обуви. Очевидно, именно дисциплина и фанатизм привели Николая к той самой форме, с которой можно было конкурировать на Западе, но которую он, увы, полностью реализовать так и не смог. Да я буду жалеть до последнего вздоха, я буду об этом жалеть, что я загубил свою карьеру, что я загубил карьеру на пике своей формы, на пике своих возможностей, которые я мог, что я мог достичь. Поэтому я буду жалеть это до... В своей жизни я хотел бы что сделать? Я не попрощался со своим папой, когда он умер, я жил в Америке. Я не приехал после... Когда вернулся из Америки, я три года не посещал, ну не был в Иркуте, не посещал маму, вот, стеснялся, что я без денег, короче, да, потому что я был такой знаменитый, меня вся Варкута знает, и тут я приеду, а у меня нет денег, да, и мама умерла, я тоже с ней не попрощался, понимаешь? Вот, я уже когда приехал, когда мне позвонили, сказали, твоя мама умерла, я прилетел на следующий день. Вот, есть вещи, да, которые бы я хотел вернуть, но я их уже не могу вернуть, и что бы я сделал, и в чем я себя ругаю, как бы, что это? Есть еще пару вещей, да, вот, как мы говорим о соревнованиях, да, что я загубил свою карьеру на продаже стероидов, вот, хотя я мог это не делать. У некоторых людей спрашивают, ты бы, если бы у тебя была возможность, ты бы что-то вернул в своей жизни, а другие говорят, нет, я бы все оставил как есть. Я бы никогда... Как, как я могу... Как я оставил бы все как есть? Да нет, я бы хотел, чтобы мой папа жил, и я, как бы, ну, общался с ним, да, ему, как бы, извини за рождение, если бы он умер, то он на моих руках, при мне, точно так же, ну, вот, как бы, вот так вот. Конечно, я обсудил с Николаем не все темы, его жизнь была и остается настолько насыщенной, что наш разговор можно было продолжать. Если вам это интересно, напишите об этом в комментариях. Ну, и, конечно, дайте знать, как вам это видео и что вы думаете о жизни и воспоминаниях Николая Ясиновского. Ссылку на его инстаграм-страницу я оставлю в описании под этим видео. Ну, а с вами, как всегда, был Андрей Луценко, проект G.O.B. Channel. Спасибо, что смотрите. Работаем дальше.